Не может империя мертвых, империя кладбища, каннибалов иметь возле себя жизнерадостную страну, свободную, в которой постоянно каждые 10 лет происходят революции свободы, где не установлена окончательная монополия государства стационарного кагибистского бандита, разбойника, где Олегополе и наличие такого государства для остатков империи, это просто недопустимо. Она должна его стремиться уничтожить. Почему они не трогают тут же Казахстан, или Беларусь, так это вообще не вдесно с этим психопатом, целуются Лукашенко и Путин. Но они очень довольны Киргизии, даже Армении, Азербайджаном, потому что в Армении сейчас тоже нормально, потому что Пашинян оказался с той же инкубатора, что и Путин. Поэтому им это все их устраивает, так же как Таджикистан, Архмон их устраивает. Их устраивает там, где есть диктатура, диктатор, там, где народ безмолвствует, там, где его заасфальтировали, положили на него булыжник, и народ только так себе попискивает по чуть-чуть и терпит. Вот это Путина очень устраивает. И ситуация, поэтому они и хотят уничтожить Украину, как носителя свободы, непохожести, примера. И уничтожают, уничтожают, потому что в Украине очень слабое руководство. Это руководство некомпетентных, это руководство людей, которые думают о личной выгоде, и которые все время думают про деньги, про свои чечнические материальные интересы золотого тельца. Это тоже реальность, от которой нельзя уйти. И она везде встречается, и на уровне громад, мэров, местных депутатов, которые делят землю и выделяют себе участки. Достаточно и продают какие-то, и делают себе заказы, и получают за бюджет денежку, и тратят ее. Это же так просто посмотреть повестки дня. Днепра взять, там, дефилатов. Вопросы земли выделяются. Кому выделяется, сколько передается в собственность. В Одессе то же самое, в Харькове, там, в других местах, в Киеве. Все сразу видно. Это не надо быть там ни ГБРом, ни НАСКом, ни САПом, ни прочим. Ничего не надо. Просто достаточно анализировать повестку дня этих советов городских. И все. И сразу видно шкурные интересы. И кто за этим шкурным интересом стоит. И не надо там ему никакие взятки подсовывать. Сразу можно все это без проблем выяснять. И сразу можно открывать уголовные дела. И быстро, да даже и уделные надо открывать. Быстро с этими людьми, так сказать, решать. Вот и все. На нолих посылать. На передовую. Без вопросов. И там он пусть голосует за выделение земли. Денег, там, переименование улиц, там, скверов, там, символов и всего остального. Ну, сколько денег получил. Нормально. На нулевую точку его. И вперед. И судей надо. И прокуроров так. И депутатов так. И тогда. И министров надо. И замминистров. И все станет сразу на свои места. Ну, а кто это будет делать? Зеленский. Кто будет? Или Ермак это. Или Шмигаль будет делать. Кто будет это делать? Ну, если рыба головы гниет. Правильно? Ну, в чем проблема? Поэтому Украине сейчас очень тяжело. И легче не будет. Будет только тяжелее. Будет только тяжелее. И, естественно, вот эта ночь, которая была с 18 на 19, она это показывает. Ну, первое, то, что у московитов ничего не заканчивается. Потому что был удар страшнейшей силы, комбинированный. Были и «Ониксы», и «Х-22», и «Шахеды», и «Х-59», и были «Калибры», и что только не было. Все было. Били, били, били. И Одессу, и Хмельницкую область, и Киевскую область, и Николаевскую, и Житомир. Вот. И били по всем, куда только могли бить. Серьезные, конечно, повреждения нанесены. Особенно по Одессе, там по зерновым терминалам, там и по масляным, и падали эти остатки. Они сбитого и не сбитого. «Х-22» ни одну не сбили, «Оникс» не сбили ни одну. Не сбили нескольких этих калибров, несколько не сбили. И очень много не сбили, к сожалению, «Шахедов». А «Шахеды» усовершенствуются, становятся все менее уязвимыми, я бы так сказал. То есть уже чувствуется, что это уже не чисто вот этот иранский ширпотреб, а что это уже все более-более включенный, так сказать, московская смекалка, к сожалению. Таким образом, они нанесли мощнейший удар по Украине, и понятно, что эти удары будут наращиваться. Ну, первый вывод. Первый вывод. Вот этих ублюдков во власти, которые эксперты паршивые и при погонах, и при посадах, и при портфелях, которые трепались, что не будет им чем бить, помните? Вот им бы надо там поотрезать кое-что, но их надо выгонять. То есть чмошников, которые сидят на бюджете, чмошники, которые вот сидят на этих всяких фабриках, так называемых, и этих, как они, нескончаемых, так сказать, новостях, их надо просто выгонять. Вот эта шуба, которая подбирает таких экспертов, которая подбирает и комментирует таким образом, и вводит людей в заблуждение. Биомассаж, она живет на уровне бытового сознания, она же верит. Она в картинке верит, понимаете? В марафону вот этому верит, фабрикам этим верит, брехней верит. Но это на это и рассчитано. Надо же говорить, чтобы брехня шла, и народ верил, чтобы не задумывался. Вот это первое. Те, которые трепались, что не будет уже у Путина вот этого всего, есть. Есть, и через Киргизистан сейчас идет, Киргизия там стала одним из главных поставщиков. И южнокорейских этих штучек, которые нужны для этих ракет. Из Китая они идут, и Армения, и Казахстан, и Узбекистан, и через Грузию идут. То есть все нормально, эти страны все. И Таджикистан тоже самое, там прекрасно. Они сегодня превратились в серьезнейших прокладки для Путина, Российской Федерации. И они очень классно, как говорится, функционируют. На словах они так изображают из себя, что они вроде как и критикуют Россию, и Путина, и дистанцируют. Это на самом деле грибут по полной программе. 40 стаканей втики для себя. И, к сожалению, Украина с ними не проводит жесткую линию. Очень надо жесткую проводить. Так же, как с Грузией, которую не отдают гражданина Украины Саакашвили. Арахамия молодец, тут надо его поддержать. Он правильно сказал, что надо начинать уголовное дело по покушению на убийство, которое осуществляет грузинская власть по отношению к Саакашвили. Они его убивают, так же, как Путин убивает Навального, других политических узников. Так же, как Лукашенко убивает Бабарыка, и Марию эту, и других 5000 в Беларуси политических узников. И что Лукашенко страдает? Нет, абсолютно не страдает. Он еще и сына Бабарыка убивает без суда и следствия, его в СИЗО держит больше года. То есть, и у него все нормально. Он цветущий и пахнет прямо аж от него. И запах исходит такой, что прямо гниет, но как здорово пахнет. Вот и все. Вот вам вся эта, так называемая, европейская псевдодемократия. Но зато гордятся классно сейчас. В Берлине будут 22 июля гордиться. И будет украинская повозка, и там в повозке будет сидеть даже посол Украины в Германии, который этого заменил Мельника, Макеенко, или как там его, Макеев. Макеев будет там сидеть. Интересно, в каком он будет наряде там, так сказать, выглядеть. Там будет одна из этих повозок возле Бранденбургских ворот. 22-го это будет, 20-го в Берлине будет мощнейшее такое мероприятие. 22-го, 07-го, 20-23-го. Солидарность Украины, Украина солидарна с теми, кто гордится. Я думаю, это будет полный апофеоз. Это будет полный апофеоз, как раз чисто такие. Вот что-то мы увидим до этого времени и после этого. А вот, ну это очень важное мероприятие, конечно. Надо им гордиться, тем более, как без этого. А без этого никто жить не может. И Украина тем более, так, Зеленский, по крайней мере, говорит. И другие там народные депутаты. Вот. Ну, в Грузии они по-другому немножко на это смотрят. И Российская Федерация. То есть, вот такое прадигмальное противостояние возникло, антагонистическое на этом фоне. Но готовьтесь. Дни будут очень тяжелые. Очень тяжелые будут. А что хочет Путин показать? Значит, он хочет показать, что вот вам сделки уже нет. Вот вам за Крымским мостом и так далее. Ну, казалось бы. А что Украина? Ну, там какой-то склад взорвался в Кировском районе Крыма. Притом бахает по полной программе. Но по Крымскому мосту больше ничего не прилетело. Ничего не прилетело. По этому, который в Джанкой ведет, тоже ничего не прилетело. Ни по одному, ни по второму. То есть, ничего Украина не наносит никаких ударов ракетных, комплексных, этими ракетами, дронами и прочими. Баллистикой. Ничего у Украины нет. То есть, Украина ничего не имеет. Будут ли возрастать удары? Да, будут возрастать. Постоянно. То есть, у него цель уничтожить всю инфраструктуру. Чтобы не было, куда зерно привозить, масло и прочие вещи. Чтобы этого не было. Ну, давайте вот порассуждаем. Хорошо. А какой вариант есть? Чем можно ответить? Как ответить? На мой взгляд, есть два варианта. Исходя из всех моделей наук управления, стратегического, революционных войн и так далее. То, что я вам объясняю, рассказываю, учу вас и так далее. Там всякие приколисты у меня есть в комментариях. Еще там, что-то про Сталина. С меня Сталиным 1939 года сравнивают еще с кем-то. Но это хорошо. Тысячи комментариев. Подписывайтесь, кстати, на канал. Мой и один, и второй, и со Скиньюс, и этот большой. Ну, давайте порассуждаем. Вот подумаем. Ну, хорошо. Вот что может делать Украина? Итак, самолетов нет и не будет. На этом Рамштайне заявил Остин или министр обороны. Кажется, да. Министр обороны заявил, что, да, Остин, наверное, что это дорогие, дорогие эти самолеты. Они ничего не дадут. Ф-16 и так далее. Что москвиты их сотни имеют четвертого, пятого поколения. И прочее, прочее. Что, что-то в 16, сколько их дадут, годы надо учить. Ну, нес такое колесицу нес. Ну, такое дело. Это его. Мели, Меля, твоя, твой Рамштайн. А никто ему не дал никаких, как бы, не сумел ему оппонировать. А кто будет оппонировать? Члены пианисты? Кто будет оппонировать? И кому же оппонировать? Или ларочники будут оппонировать? Комедианты, специалисты по этим, Шарадам, Ребусам будут оппонировать? Ай, дожились, конечно, до мышей и навозных жуков. Ну, да ладно, идем дальше. То есть, ничего давать не будут. Про Абрамсы тоже молчат. Про ракеты от АТАС, СМС тоже молчат. Сказали, не дадут. Нельзя втянуть российских уродов. Тихо, боится Америка, войну втянуть. Третью мировую. Ну, Путину это только и надо. Ладненько, давайте, что-то там может делать воюющая страна, которая ничего этого не имеет. Есть два варианта. Вариант номер один. Это подписывается соглашение о прекращении огня. Это самый простой. Так шли казахи, так Грузия этим путем шла. Помните, когда при Закашвили они уже дошли до Тбилиси. Оставалось им там меньше 18 километров. Уже практически в пригородах в Тбилиси они стояли. Российские войска. Так сделали в Казахстане, когда был начало революции, цветной, новой. Вот зимой 22-го года, январь был. Ну, то есть так многие. И так Армения действует сейчас, Пашинян. Вот это первый вариант. То есть Украина соглашается на прекращение огня. Садимся в Болгарии, в Софии. Там соответственно вся группа рефери, наблюдателей, гарантов. Садим, что делаем временное прекращение огня. Вот. Это один вариант. Ну, и начинаем наводить внутри дома порядок. Вот. Надо уборку дома сделать, ремонт дома внутренний и так далее. Да. Понятно, что Путин не успокаивается, он, ну, Украина ему надоела, ему есть чем заниматься. Я вам объяснял, что для него это сейчас будет самое главное, это северо-балтийское направление. Может быть и Черное море тоже, потому что Эрдоган очень ему надоел. И он видит, что это османский предатель, надо с ним по-другому вести себя. Ну, это и тогда проблемы были. Вот это один вариант. Вариант номер два. Это наступать на территорию врага и бить его на его территории. Но вариант номер два невозможен, поскольку Зеленскому это делать запретили. Вашингтонский обком Байден, Королевский дом Великобритании, ЕС и все остальные. Франция, Германия, эти все ливерные колбаса, эти макроны, макароны. Запретили это Зеленскому делать. То есть украинская армия не может заходить на их территорию. Должна только воевать на своей территории и все. А на своей выиграть войну нельзя. То есть если вы не атакуете врага на его территории, вы никогда войну не выиграете у противника. Это известное дело. Но тут еще одна опасность, что это нельзя выиграть войну Зеленским, тоже невозможно. Со слугами народов. Ну а как ее выиграешь? У него черная метка, как с ним что-то можно выиграть? Вот и все. То есть два варианта есть. Один, второй. И надо их уже принимать, эти решения. То есть или поднимать, эскалировать войну на новый уровень. И тогда надо вторгаться на их территорию. И брать их города под контроль, их атомные станции. Но это не предсказуемо. Это хаос. Надо понимать, что это будет грандиознейший хаос с непредсказуемыми последствиями. Но чтобы это делать, это надо иметь во главе страны абсолютно независимых духовных парадигмалистов, брахманов высшего уровня. В нашем случае это должны быть ортодоксы православные. Ну, чтобы было понятно, я их называю брахманами, но это духовные должны быть. Ну, этот самый, как он называется, Донцов называл их этими намадами. Это должны быть намады высшего уровня, ортодоксы православные. Я не знаю, если я не в Украине, честно скажу.